Здравствуйте, это передача для родителей. Учимся растить любовью и я Марина Ланская. Сегодня у нас в гостях психотерапевт, доктор психологических наук и профессор Наталья Петровна Коваленко. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Итак, Наталья Петровна, у нас сегодня такая, мне кажется, важная тема. Я ее озвучила так, отцы и отечество. Но в действительности эту тему я повзаимствовала из названия вашего проекта. Ваш проект примерно так и называется, отцы отечества, через дефис. Но мы будем говорить об отечестве малом, о семье, вы семейный психотерапевт. Итак, как родилась идея подобного проекта, почему тема отцовства вдруг вас заинтересовала? Ведь я знаю, что сфера ваших интересов. Это материнство и даже перинатальная психология. Да, я около 30 лет занимаюсь материнством, помогаю женщинам пройти через первый опыт материнства, подготовить к родам, после родов, потому что достаточно сложно это сейчас все происходит. Но потому как и на первом этапе исследования в этой теме, организации проектов всяких для матерей, было понятно, что просто работать с матерями и готовить их к материнству, этого мало. То есть без мужей, без мужчин такую тему, как деторождение, во всей полноте невозможно раскрыть. Был такой период, когда мы упорно приглашали мужчин для того, чтобы они участвовали в родах. Мы их призывали, то есть открывали им дорогу в роддом, то есть вот, пожалуйста, приходите, участвуйте. Но потом мы поняли, что далеко не все мужчины могут присутствовать в родах. И мы так быстренько свернули ажиотаж в этой теме и поняли, что очень тщательная подготовка должна быть у мужчины для того, чтобы он нормально себя ощущал в родах. Действительно мог помогать, потому что иногда приходилось и мужчине помогать, потому что ему было тоже некомфортно и даже иногда плохо в родильном зале. И поэтому мы обычно их уводили и, в общем-то, поняли, что это не обязательно. Женщинам, хорошо подготовленная женщина может сама прекрасно родить, но если она вместе с мужем дома до родов интенсивно готовится и не просто готовится к родам, а она готовится к материнству, это очень большая разница. И тогда получается, что и отец ребенка тоже готовится к отцовству, потому что роды, ну, родов у женщины в процессе жизни может быть как минимум несколько. Наших предков от семи до десяти. Вот. То есть это все-таки, ну, такие события повторяющиеся. А вот отцовство, если оно не созрело к рождению ребенка, то тогда всем трудно. Точно так же, как и женщина. Если она как мать не созрела, ну, до рождения ребенка, вот ей как раз и будет и вскармливать трудно, и дома сидеть трудно, и все, это будет очень большой труд, будет изматывать, это будет тяжело. А если, ну, и точно так же мужчине, естественно, отцу, а если они готовились, если они, а мы очень много чего предлагаем, на самом деле, когда готовим к родительству, если они настраивали свое сердце, свой ум, свой интеллект и вообще всю свою сущность, вот именно к этому статусу, материнства, отцовства, получались совершенно другие результаты. Но это тогда, понимаете, очень глубокая, тонкая работа, и поэтому здесь есть место как раз работы для семейного психолога. Ну, я, во всяком случае, нашла такую зону. Но мне пришлось всю психологию перевернуть. То есть вот то, что мы делали, это не классическая форма психологии. Здесь, конечно, пришлось очень много дополнительно применить знаний культуры семьи, традиций семейной. Короче говоря, если вот все-таки к вашему вопросу, да, ко мне, было мне всегда видно, что женщину еще как-то можно действительно и собрать, и настроить, и организовать, ну, как минимум на первые этапы материнства, дальше уже как-то полегче. А вот мужчинам трудно. И даже вот после родов у некоторых мужчин начинаются всякие симптомы, то спина болит, то сердце, то гипертония, то еще что-то. И это не потому, что они, ну, слабы здоровьем, это именно нервное перенапряжение, к которому они не готовы, потому что все-таки быть отцом – это ответственность, это обладание специфическими ресурсами, личностными, духовными. И если этого нет, то, конечно, эта роль, роль отца, она будет очень тяжела. И вплоть до того, что действительно мужчины начинают очень сильно страдать. Иногда из-за этого они начинают покидать свою семью, не понимая, почему их выносят из семьи, почему вот им так все плохо, трудно, надоело, жена там все время кормит, ребенок плачет, там еще что-то. Ну и так, и дальше тоже ребенок, он же требует очень серьезного внимания и, ну, такого усердия в воспитании. Иначе реально он может мешать жить, он может раздражать, он может, ну, приносить, короче говоря, всякие неприятности. И к этому мужчина может быть не готов. И только если пробудить именно вот это чувство отсутствия, ответственность за свое потомство, и понимание, что никто, кроме тебя, этого человечка, не настроит на такой правильный, что ли, лад для жизни в нашем мире, в этом обществе, в котором мы живем. Вот. И вот такие мужчины, да, они совсем другие. Потом я поняла, что, ну, даже у меня такие есть тесты диагностические, там, где я могу приблизительно определить готовность и матери, и отца к родительству. То есть у нас это называется созрело ли доминанта материнства, ну, так в науке, или доминанта отцовства. И вот если она созрела, если есть, ну, как бы, духовная мощность у женщины и у мужчины на это, то им легко проходить через все эти этапы. А если она незрелая, то есть, будучи взрослыми, они еще остаются сами детьми. У них другие мотивации, у них другие возможности, другой потенциал ресурсный. И понятно, что им это все будет очень тяжело. И без специальной подготовки, без духовной внутренней работы, без, ну, вот такой серьезной, в общем-то, трансформации себя как личности, будет трудно, и действительно, приходит, все это превращается в какие-то семейные коллизии, какие-то претензии друг к другу. А всего-то просто надо все время развивать себя. То есть семья – это такое пространство, где все должны себя развивать. Ну, и понятно, что у детей тоже развивать они сами по себе, как трава, не вырастут. Все равно надо вкладываться. Наталья Петровна, а с чем связана такая ситуация? Можно ли сказать, что просто утрачены традиции передачи вот этого опыта отцовства от отцов своим детям? Почему современные мужчины оказались такими беспомощными? Почему многие из них, не все, конечно, но многие из них оказываются не готовыми к отцовству совершенно? Ну, понимаете, семейно-ориентированное мировоззрение, оно просто, можно сказать, выкорчевано, еще начиная с послереволюционного и революционного периода. То есть ведь это ведь сознательно выкорчевывалось. Это нельзя сказать, что ну вот как-то что-то утратилось со временем. Очень много было проведено различных мероприятий для того, чтобы выкорчевать из сознания, что семья – это главная цель каждого человека. Семья и ответственность за потомство. И понятно, что это все собрать теперь по крупицам достаточно сложно. И в какой-то такой среднестатистической семье самостоятельно люди это сделать практически не могут. Тем более, какая сейчас наша социальная культура, скажем так, информационная культура. Ну, если только что образы для рекламы используются, по сути дела эксплуатируются образы женщины с ребенком, отца с детьми. Но реальных шагов для того, чтобы помочь семье существовать, именно соблюдая семейный уклад, соблюдая какие-то традиции, развивая семейную культуру – вот этого очень мало делается. Сейчас вроде как начинает что-то такое собираться, но собирается делаться. Но я этим вопросом занимаюсь 30 лет, понимаете? И я, честно говоря, никогда не видела государственной поддержки для наших телодвижений, потому что все было направлено только на улучшение качества деторождения, чтобы дети рождались более здоровыми, чтобы женщины и мужчины не боялись рожать детей. Вот. И вот такой поддержки я никогда не получала, на самом деле. Правда, я не очень старалась искать, но, в принципе, все равно я человек публичный, ну, все знают, чем я занимаюсь. Вот. И, честно говоря, я на первых этапах старалась всегда научные какие-то изыскания, потому что меня всегда интересовало, почему одни женщины хорошо рожают, другие плохо, почему одни мужчины хорошие отцы, другие плохие. Вот. И я искала причины. Вот. Меня больше это волновало. Но я понимала, что без культурных мероприятий нам все равно не изменить ситуацию. Поэтому мы проводили баллы младенцев, так мы это называли. Когда вот наши женщины, которых мы готовили, они приходили в бальных платьях с младенцами, ну, тоже, так сказать, наряженными, папой там в костюмах. В Ванечковом дворце мы проводили, и в Шереметьевском дворце такие баллы, просто для того, чтобы показать, что рождение ребенка – это такое счастье, это такой праздник. И совсем это никакое не мучение. Это просто надо себя держать в форме, себя осознавать как центром вселенной для ребенка. Вот. Потому что только от родителей, ну, вот на первых этапах все зависит для ребенка. Вот. Вот тогда я уже пыталась какие-то такие культурологические делать волны для того, чтобы вдохновлять молодежь к родительству, к образованию крепкой семьи, чтобы показать, что это красиво, что это, ну, я не знаю, просто, наверное, самая желаемая цель для каждого нормального человека – это иметь детей. Вот, кстати, к вопросу о том, какие у кого цели. Считается, что современная молодежь не хочет и особо не задумывается о семье. Начинает задумываться гораздо уже позже, чем это было поколение, несколько поколений назад. И, тем не менее, ваше тестирование в университете, насколько я знаю, среди студентов, показали совсем другие результаты. Поделитесь, пожалуйста, что же вы обнаружили, протестировав студентов? Ну, это было где-то лет 15 назад. Все-таки уже время много прошло. Ну, 12 где-то так. И все-таки срез – это особое было время, да? Ну, постперестроечное, я бы так сказала. Я обнаружила вот что. Меня это очень удивило. Именно на первом курсе была такая тенденция. То есть мальчики, ну, или юноши на первом курсе, с точки зрения мотивации на семью, они делали, ну, такой очень убедительный выбор в сторону семьи и детей, а девочки – в сторону профессии. А вот на последних курсах, там, на пятом курсе перед защитой диплома, ну, вот эта мотивация, она менялась. То есть мальчики уже хотели реализации в профессии, а девочки уже думали, выбирали за мужество семья и дети. Вот. То есть вот такие вот я обнаружила тенденции, которые, в принципе, выявили противоречие. Что когда… Синхронности нет. А? Синхронности нет. Нет вот этой сонастроенности, потому что девочки, зная, что не так просто вырастить детей, надо сначала работать. А мужчины, ну, молодые мужчины, чисто инстинктивно, они все-таки очень хорошо рефлексировали на семью и детей, ну, потому что еще сами недалеко ушли от детского возраста. Почему? Потому что это очень естественно. И, конечно, это было для меня очень печально, что девочки в очень хорошем, таком активном детородном возрасте, они от этого уходят. Что я заметила? Что среди студентов, если я видела беременную студентку на третьем, там, на втором, на третьем курсе, я тоже ее вовлекала в диагностику, и было видно, что это как раз те самые девочки, у которых доминанта материнства просто зашкаливает. То есть это как раз те самые, которые готовы изначально быть матерью. То есть это уже девочки, которые не вовлеклись в информационное, так сказать, в информационное программирование, что ли, да, когда все-таки молодежь больше всегда вовлекают в бизнес, ну, как минимум, в образование, в бизнес. Вот. А такие девочки, они уже на первом курсе себе находят мужей, выходят замуж, и им абсолютно не мешает, что они учатся. Защищая дипломы, они рожают в одно и то же время и получают и дипломы ребенка, и абсолютно не обременяются этим. То есть у них ребенок, он совершенно легко включается в общую такую социальную жизнь. Но у остальных, конечно, ситуация так легко не складывается. И потом начинается, я бы так назвала бы даже мыторство по поводу того, а где же найти мужа, а как рожать детей, а вот все не устроено, многого, так сказать, не хватает для того, чтобы идти в материнство, так всегда чего-то не хватает. Но вот эта вот мотивированность, эта доминанта, это настолько спасительный механизм нашей женской природы, который в любой ситуации женщине может помочь организоваться, собраться и спокойно свою миссию и женскую, и материнскую выполнять. И тем не менее, в своем новом проекте, относительно новом, видимо, вы все-таки сфокусировали свое внимание именно на отцовстве. А значит, то ли эта проблема стоит еще острее, чем проблема материнства, то ли у вас есть конкретные предложения, что в этой области можно сделать. А что можно сделать? Вот если те молодые люди, о которых вы говорите, готовы, в общем-то, к созданию семьи и так далее, как этот их вектор направленности сохранить и приумножить, а не поглубить? Ну, для этого я много чего придумала. На самом деле я еще веду такую программу, которая называется «Родительский университет» при одной очень большой школе. и, наблюдая за статистикой в школе, то есть я вижу, что или 50, или 60 процентов детей живут без отцов. То есть это не полные семьи. Ну, где-нибудь 80, ну, то есть какие-то проценты закрывают отчимы, которые часто очень меняются. И понятно, что это не очень красивая картина для нашего будущего поколения. И когда я такую тенденцию увидела, я решила, что пора опять, ну, какие-то производить такие культурные или социальные проекты для того, чтобы вдохновить молодежь, да и не молодежь, а вообще вдохновить людей на то, что материнство, отцовство, ну, в данном случае отцовство, что это престижно, это красиво, это, ну, вот тоже такая великая цель, которая есть у каждого мужчины. Поэтому я решила не просто... Я раньше конференции очень много всяких проводила на тему репродукции и так далее. А теперь я все-таки решила начать с фестиваля, с концерта для того, чтобы пропеть отцовство, для того, чтобы его огласить красиво, с вдохновением. И что вы думаете? Я обнаружила, что песен про отцов настолько мало, их просто почти нет. И, ну, теперь я уже сейчас связалась и с бардами, и с другими артистами, обратилась к нашему депутату Майданову, вот, потому что у него тоже такие патриотические песни, что все искали. Нет песен. Мне пришлось самой написать семь песен про отцов. Ну, в разных вариантах. Дед, сын, отец, вот межпоколенные связи, фамилия. Ну, то есть вот такие вот темы мне пришлось... Ну, что пришлось? Я давно уже в этих темах работаю, они все во мне живут. Вот я настроилась, написала такие песни, они тоже будут звучать у нас на фестивале. И именно для того, чтобы вдохновить и женщин, и мужчин. Потому что некоторые женщины, они ведь тоже тянут в себе или несут в себе какую-то травму от отсутствия отца. Им очень трудно дается материнство в результате. То есть практически, я не знаю, наверное, 80% людей, и людям, 80% людей, требуется компенсация вот этой вот недостачи отца. Вот. И поэтому я решила вот таким образом, решила эту тему пропеть. Ну, естественно, там, я, может, одну песню про своего папу спою. В основном все будут петь мужчины, внук мой будет петь. Две песни про богатырей. Вот. И про сыновей. Вот у него будут две песни. Я надеюсь, он их споет. Вот. А остальные, ну, будут петь те, кто выберут. Барды у нас приглашены, другие артисты. Вот. Я, естественно, еще и другие. Есть песни очень замечательные. Уже начали нам их присылать. И уже программа комплектуется. И я приглашаю всех 10 декабря на концерт, который будет проходить в галерее художника Сергеенко. Это напротив Авроры, прямо вот рядом с Авророй. Это тоже такое очень важное историческое место. Вот. И там мы попоем древние песни из казачьих хоров. Вот я тоже, коллеги нашли такие песни. И такие попоем. Ну, вот современные песни. Что-то, я думаю, мы найдем и из советского периода. Хотя он не был настроен, на самом деле, именно на семейную тематику. Не так много песен даже в советский период на эту тему. И я считаю, что в следующем году мы тоже такой фестиваль будем проводить обязательно. Он будет теперь у нас всегда для того, чтобы инициировать активность мужчин в сторону отцовства. Потом, опять же, даже в самом названии нашего проекта – «Отцы Отечества». В контексте этого проекта самое первое Отечество – это семья. И поэтому отец – главный законодатель в этом Отечестве. И если будут такие мужчины-отцы, которые реально могут создавать свой мир, семейный мир, который, естественно, будет расширяться уже в общество, нести этот пример для молодых, да даже вот своих детей, да? Вот у меня пять внуков, все мальчики. Я их воспитываю, я тоже участвую, естественно, в воспитании. Я стараюсь их настроить именно вот на такое мировоззрение, что они будут отцами, что они продолжат фамилию, они будут, ну, вот такими тоже законодателями для своих детей. А кроме культурной программы, что еще можно предложить? Вот вы все-таки психотерапевт, и, наверное, у вас есть и какие-то психологические наработки в этом плане. Наверняка вы можете… Через культуру можно привлечь внимание. А дальше? Предположим, мужчины действительно проснутся в этом смысле. Действительно как-то удастся в нашей стране поднять статус отцовства, поднять его рейтинг среди молодежи. А что дальше? Как им помочь? Как им помочь стать отцами? Ну, по этому поводу, понимаете, за это время созданной программой, я же говорю, родительский университет, в котором мы… Я вам хочу сказать, что в родительских университетах наших в основном женщины, в основном мамы. Если папы присутствуют, ну, то есть на всю компанию один-два. То есть, понимаете, вот все равно отсутствует активность. И чтобы эту активность разбудить, мы решили сначала вдохновить. Вот. А дальше, вот как раз приглашение, если это первый вход в отцовство, то такая полная подготовка. Это же не только, я же говорю, что подготовиться к рождению. И вообще мужчину готовить к этому надо вообще абсолютно особым образом. Женщину подготовить легко. Вот все женщины, которых я готовила в свое время, а сейчас мои ученики готовят, они прекрасно рожают, никаких нет проблем, на самом деле, если хорошо подготовить. И точно так же и мужчин. Ну, только мужчины решают другие задачи. Он решает задачи воспитательные. Он решает финансовые вопросы. Ну, так, если взять такой общий средств, как минимум в нашей культуре так было принято. Хотя сейчас иногда женщины решают этот вопрос. Вот. Он решает задачи защиты. Особенно в наше время, особенно во время информационных атак. Мы же просто живем, мне кажется, в период информационной войны, где серьезно идет манипулирование сознанием молодежи прежде всего. Доступность к информационным источникам для детей, она очень опасна. Кто должен за этим следить? Я думаю, что отцы как раз могут и строго, и совершенно конкретно за этим следить. И для этого тоже надо что-то знать, понимать. И для этого их надо образовывать. Но на самом деле очень много есть всяких тем, которые конкретно для отцов, для этого мы готовим таких и лекторов, и тренеров, которые с мужчинами занимаются. И обучают их, как выйти из кризисных ситуаций в семье. Не разводиться. Перед разводом надо... Ну, то есть вот у нас есть такие программы. Вот. То есть очень много чего можно сделать, но это, наверное, уже надо в другом разговоре. Да, спасибо большое, Наталья Петровна. Очень интересная получилась беседа. И я бы хотела, разумеется, продолжить. Я думаю, непременно встретимся с вами и поговорим о таких практических вещах. А сейчас я действительно с вами согласна, что главное – ищет тот, кто уже заинтересован. А значит, надо заинтересовать. А уже потом рассматривать те пути, где можно получить то или иное знание. В том числе и знание, как становиться отцом. Я благодарю вас за участие в нашей передаче. Надеюсь, что наши телезрители воспользуются вашим предложением и придут на ваш фестиваль. Мы планируем быть с нашей съемочной группой. Благодарю вас еще раз и до свидания. До свидания. Очень здорово. Дорогие наши телезрители, это была передача для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова